Привет, друзья! Это видеоканал Русская Америка. Меня зовут Юрий Моша. Начну со второй части. Я вчера анонс сказал, что буду рассказывать про Мексику, но давайте сначала о комитете по правам человека, потому что там мне написали уже в комментариях в вчерашнем видео, что комитет по правам человека возьмет деньги из людей. И кто-то вообще-то понял так, что это коммерческая организация или что это в кредит будет делаться. Абсолютно неправильно поняли. Давайте я вам расскажу, что это за организация. И если все получится, то, что вот задумано, о возобновлении деятельности комитета в Америке, то это благотворительная организация, общественная организация, которая не берет деньги за свои услуги. Что делал комитет по правам человека? Организация была создана в 2000-е годы. В России я был одним, и являюсь на данный момент одним из учредителей. И программа переезда турков-месхетинцев, 11,5 тысяч человек, была осуществлена благодаря комитету по правам человека. Вадим Коростелев, исполнительный директор комитета, обратился тогда в Госдеп США о том, что турки-месхетинцы, которые жили преимущественно в Краснодарском крае, откуда я родом, чуть меньше их жило в Ставропольском крае и еще чуть меньше в Ростовской области. Они подвергались гонениям со стороны властей, над ними издевались. То есть самый главный узурпатор, такой человек, который просто специально выживал их из России, это был Ткачев, Александр Ткачев. Сейчас это министр сельского хозяйства. Это редкостная сволочь, но вокруг Путина такие сейчас все и крутятся. То есть люди, которые приехали в Краснодарский край, потому что когда-то они были депортированы, мотались по всему Советскому Союзу, депортированы во время тех моментов, когда Сталины или другие особые деятели пытались переселять нации из одной страны в другую, из одной республики в другую. В общем, они вернулись в Россию и пытались наладить свою жизнь. Народ работящий. Это люди, которые там с 6 утра уже на ногах и в огородах выращивали овощи, фрукты. И когда вот происходило вот это издевательство одними, им там детям не давали учиться, им не давали документы. Все, что угодно, да, то есть они не могли обратиться за помощью к властям, если там что-то случилось, то есть там милиция не рассматривала их заявления. То есть со всех сторон шли издевательства. И вот Вадим Коростелев, возвращаясь к комитету, он вышел на Госдеп с предложением, что организовать программу эмиграции. После этого он взлетал в Америку, потом встречался с сотрудниками Госдепа в Москве. И была на уровне Конгресса сделана программа. То есть это огромная работа была проделана, чтобы 11,5 тысяч человек переселить. Получили они сразу грин-карты. То есть это они были беженцы, как когда-то евреи в 70-х годах переезжали. Вот по той же самой схеме перевезли турков-месхитинцев. То есть это все произошло благодаря Комитету по правовому человеку. Никто из них отдельных денег Комитету по правовому человеку не платил. Поэтому ваши комментарии там, людей, которые не соображают, идиотов, я считаю, это просто идиоты, которые пишут такую чушь, что Комитет по правовому человеку там сдерется людей там три шкуры и так далее. Это полная ерунда. И вот у меня пришла сейчас такая идея, что большое количество людей едет через Мексику. У людей там, может быть, хватает денег на кейс адвокату заплатить, но потом уже денег на адаптацию не хватает, потому что это на самом деле очень важная составляющая часть. Когда ты вышел из лагеря, даже если ты отсидел, допустим, 5 дней, и, допустим, ты вышел и переехал в город, в котором нет у тебя ни знакомых, ни друзей, ни никого. Вот люди отсидели, перешли границу в Тихуане, потом вышли там, допустим, переехали в Нью-Йорк. Даже в Нью-Йорке, где большое количество русских, где как бы, ну, можно что-то там найти, там, и работу, и жилье, все равно сложно. А первые дни это самое сложное. У тебя, например, двое детей или трое детей, у тебя не осталось денег, там, вообще никаких, или там какой-то минимум остался, там, может, там, жилье, за жилье заплатить, там, осталось 2-3 тысячи долларов, а тебе нужно и работу найти, и чтобы тебя в аэропорту встретили, потому что, скорее всего, там, уже человек, который вышел из тюрьмы, на автобусе не поедет. Ну, тяжело это просто через всю Америку, там, например, в Нью-Йорк. И люди все-таки покупают билеты, там, на последние деньги и летят. И вот этих денег не хватает. И вот адаптация как раз вот, это затратная часть получается. Дети могут заболеть, им надо купить лекарства. Муж может находиться еще в тюрьме, потому что семьи разделяют, например, жену выпустили с двумя детьми, а муж находится в тюрьме. Надо положить деньги на счет, чтобы позвонить мужу. Нужно разобраться с кейсом, потому что первое слушание будет назначено уже здесь, как бы, если в Нью-Йорк кейс переведут. Значит, надо идти туда, в миграционный суд, надо брать адвоката и так далее. Это все затраты. И вот эту часть как раз адаптационную комитет мог бы взять на себя. Для этого нужно финансировать. Тогда программу финансировал Госдеп. То есть деятельность комитета оплачивал Госдеп. Это были гранты. Комитет помогал, тогда готовил списки турков-месхетинцев. На месте работал с ними, рассказывал все, объяснял, потому что люди не знали, не понимали и так далее. Кстати, все турки-месхетинцы себя нашли здесь. И у меня на канале, когда вот Вадим приезжал, я уже жил в Америке, Вадим сюда приезжал. Он сейчас не работает в комитете. Он переехал в Москву, работает в Московской хельсинской группе. Это старейшая правозащитная организация, которая еще с Сахаровым была основана. И в России. Но фактически деятельность комитета сейчас, так скажем, он живой. То есть эта организация существует. И я до сих пор являюсь одним из учредителей комитета. Но находится в таком состоянии, потому что, ну, не рабочем, потому что нету программ особой. И вот Вадим, когда приезжал сюда, я перескочил чуть, как раз показывал, снимал видео, на канале даже есть, как живут здесь турки-месхетинцы. И траковые компании у них, и отели, и много своих бизнесов. Кто-то по найму работает. Все себя нашли. Это говорит о том, что народ работящий, народ готов трудиться, зарабатывать на благо своих семей, но не давали им в России это делать. И вот у меня идея возродить деятельность комитета. Но я общаюсь сейчас с одним инвестором. Если получится, я не знаю, получится, дай бог, значит, тогда будет у нас программа отдельная, частного инвестора. И вот какое-то количество людей в этой программе могут получить бесплатную социальную адаптацию после того, как они выйдут из мексиканских, точнее, из американских детеншн-центров, когда они переходят границу из Мексики в Соединенные Штаты. Опять же, это только для легальных иммигрантов, которые действительно имеют кейс для бежища и даются официально на границе, как беженцы.